Всех приветствую на своем канале, а также на третьей части курса по трехмерной графике на C++ OpenGL. В этой части мы поговорим о квадронионах, как пользоваться ими в моей библиотеке для работы с графикой. При работе с 3D графикой обязательно потребуется вращать объекты. В механике и 3D графике для описания вращения активно используются квадронионы. Возможно тебе уже приходилось работать с ними в Unity или Unreal Engine. Структуру квадронион можно найти в хайдер файле GeometryH. Я также реализовал метод для преобразования углов эйлера по осям в квадронион. В структуре также есть методы преобразования градусов в радианы и радианов в градусе. Для вращения векторов на квадронионы в структуре Vector3 есть методы Rotation и Rotate. Рассмотрим как поворачивать вектор на квадронион. Пусть у нас есть вектор 3, который мы хотим повернуть на 90 градусов по оси Y. Отрендерим текущий вектор, пусть он будет белого цвета. Для удобства я также выведу цветные оси XYZ. Итак, наш вектор сейчас расположен как на картинке. Чтобы применить поворот к существующему вектору, воспользуемся методом Rotate. Если мы знаем компоненты XYZV, то можем сразу задать квадронион имя. Но поскольку мы знаем вращение по осям, воспользуемся методом Euler-Angels. Обрати внимание, что углы в аргументах измеряются в радианах, а не в градусах. Для преобразования градусов в радианы можно воспользоваться методом Dicturat. Но мы знаем, что 90 градусов это π на 2 радиан, поэтому я запишу в радианах. И теперь наш вектор повернут на 90 градусов по оси Y. Более наглядно вращение можно продемонстрировать на повороте фигур. В моей библиотеке есть функции для генерации и обработки мешей. О них я расскажу в следующих видео, а пока поддержи это видео лайком, так эти видео выйдут быстрее. Я создам куб с единичной стороной и отрендеру его в начальной позиции. Затем создадим кватернион A, который будет повернут на 45 градусов по оси Y. Повернем этот куб на кватернион. Далее создадим кватернион B, который будет повернут на 60 градусов по оси X. Повернем этот куб на кватернион B. Но что если нам нужно повернуть куб на оба кватерниона? Для этого нужно умножить кватернионы друг на друга. Обрати внимание, что порядок умножения очень важен. Поскольку кватернионы относительны, то умножение А на Б не будет идентичным умножению Б на А. Итак, в этом видео мы рассмотрели, как работать с вращением в пространстве. В следующих видео мы затронем еще больше возможностей моих библиотек. Надеюсь, эти библиотеки будут тебе полезны. Скачать их можно по ссылке в моем дитхаб. По библиотекам ты также можешь задавать вопросы и в комментариях. Поддержи меня лайком к этому видео и подпиской на канал. До встречи в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok